В Коломне открылась фотовыставка 100 лет назад. Проект был подготовлен Музеем российской фотографии. На экспозиции представлены семейные и групповые фотографии из частных коллекций. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Раньше, вы помните, когда я дала фотографии во второй половине XIX века, когда она очень распространилась, и в это время работали группы передвижников, все нам хорошо известны, которые фиксировали действительность, то считалось, что фотография заменит искусство жиркости. Но ошиблись. Фотография не заменила, но тем не менее к ней потерялся интерес. И эта потеря интереса к ней довольно-таки долго продолжалась. А потом вдруг возразился и не напрасно. Фотография — это тоже искусство. Мы с вами видим все. Там, где господствует слово «ретро», вряд ли уместно говорить об оперативности. Цифровые технологии изменили качественный подход к фотографическому делу. Конечно, они внесли и новый ритм, и динамичность. Но вместе с тем, сильно снизив цену, а главное — ценность каждого отдельно взятого с ним. Хотя фотография сама по себе — вещь достаточно быстрая, в отличие от картины, к примеру. Но это сейчас, в наше время. Для того, чтобы запечатлеть миг, нужен всего лишь миг. А на заре фотографии время экспозиции, выдержки, исчислялось минутами. Я лично имею точечные фотографии, которые у моего отца, мамы моей. И они созданы были в 2020 году. Главное — без изменения. Они не имеют цвета. То есть не меняют под цвет. Свой комментарий дают старейшины коломенской фотографии Виктор Смыслов и Лев Авдеев. Фотографию приходили в то время специально по заказу. В какое-то время одевали лучшие одежды. Брали с собой детей и прочее. Во-первых, подход к построению всей экспозиции. Очень, на мой взгляд, хорошо сделан, продуман. Вот это особенность этой выставки. В общем-то, ну, хорошо. Дизайнерский подход такой хороший. В конце 70-х, в начале 80-х годов стали люди интересоваться именно старинными фотографиями. На Старом Арбате было очень много букинистических магазинов. Буквально там через, скажем, 30 минут. И люди сначала копались в поисках открытых, с сюжетами всякими там необычными. А потом вдруг стали спрашивать старые фотографии. По словам Михаила Абакумова, народного художника России, есть что взять на заметку в этой области. Фотографии, сколько доброты, сколько глубины, они смотрят в будущее. Вот достоинство этой выставки. Нам необходимо узнать своих предков, видеть их. Потому что в их взгляде есть нам на путстве. Я назвал бы эту выставку Россией и смотрят на нас. Эта фотография воскрешает наши традиции, метко сказала искусствовед Алла Павелихина. И ее задача – корректное отражение эпохи. А пусть он посмотрит лица своих предков, которые уже все в земле. И какие они, в чем одеты, какие выражения. У нас очень забыты традиции. И по-другому воспринимается фотография вот эта в данном случае. Традиционная. По-моему, очень интересно. Это обогащает утреннее. Если человек о чем-то думает и интересуется хоть немножко историей нашего государства. По словам организаторов, представленные портретные снимки – это историческая реальность. И, будучи собранными в коллекции, они дают историкам, музейным работникам, художникам ценный иконографический материал для изучения ушедшей эпохи. Продолжение следует...